Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие пятиклассники и пятиклассницы, вы вновь на уроке русского языка и литературы. Тема нашего урока – текст, основная мысль текста. Сегодня на уроке мы вспомним, что такое текст, каковы его признаки и будем совершенствовать умение определять основную мысль текста. Давайте вспомним, что такое текст. Это а. Группа слов, связанных по смыслу грамматически, б. Отдельные предложения, в. Группа предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных друг с другом по смыслу. Второе. Текст имеет а. Только заглавие, б. Заглавие части, в. Только части. Третье. По заглавию можно определить а. То, о ком или о чем говорится в тексте, то есть тему. Б. Сколько предложений в тексте. В. Кто автор текста. Четвертое. Части текста должны располагаться в таком порядке. А. Основная, концовка, вводная, то есть вступление. Б. Вступление или вводная, основка, концовка. В. Концовка, вводная, основная. И пятое задание. Предложения в тексте должны следовать в строгом порядке. А. Да. Б. Нет. Проверьте себя. Правильные ответы. 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5А. Каковы же основные признаки текста? Заглавие должно быть, тема, основная мысль, композиционная завершенность, делимость на части, то есть должны быть вступления, основная часть, заключения, и текст обязательно должен быть связанным. Вы все в детстве играли с пирамидками. В пирамидке кольца надеваются на стержень. В тексте тоже есть свой стержень. Это тема и основная мысль. Ну а предложение – это кольца, которые нанизываются на стержень. Вспоминаем, что же такое основная мысль. Это А. Предмет речи, то, о чем говорится в тексте. Б. Главное, в чем хочет убедить автор, что хочет объяснить. В. Несколько предложений, объединенных по смыслу. Ну, я думаю, что вы все угадали ответ Б. Запомните, то, о чем говорится в тексте – это его тема. То, что об этом хочет сказать его автор – главная мысль текста. Тема и главная мысль – это стержень текста. Тема и основная мысль раскрываются постепенно, поэтому текст делится на части. Основная мысль, главная мысль, идея в художественном произведении – это слова-синонимы. Как нужно работать с текстом? Идеальный читатель как должен работать? Это должны быть три этапа. Работать до начала чтения, потом во время чтения и после прочтения. На первом этапе мы работаем с заголовком. Заголовок – это входная дверь текста. Вы обрабатываете мысль на заголовок. Прочитав заголовок, идеальный читатель спрашивает себя, о чем пойдет речь, что мне предстоит узнать. Еще важно поработать с эпиграфом, если он есть. Эпиграф чаще всего обобщенно, то есть не напрямую выражает мысль текста. Прочитайте заглавие заметок. Подумайте, какие из них выражают тему, а какие основную мысль. Конкурс юных пианистов. Спорт учит мужеству. Мы на выставку идем. Берегите природу, ребята. Улетели птицы за море. Пожалейте рябину. Итак, вы определили и переходим ко второму этапу. Во время чтения обязательно выясните значение непонятных слов. Читатель должен вести диалог с текстом. Что это значит? Это значит по ходу чтения задавать вопросы. Почему? Что из этого следует? После чтения вы должны посмотреть, какие слова являются ключевыми, что вы узнали о героях, о событиях, какое впечатление произвели они на вас и какую мысль хотел донести до нас автор. Главная мысль может находиться прямо в тексте. Для этого надо просто найти соответствующее предложение. Вот вам задание теперь такое. Найдите в тексте строчки, которые выражают главную мысль. Старик говорил о море. Море бывает щедрым, сказал он. Море бывает печальным, сказал он. Бывает жестокосердным, сказал он. Бывает оно отчаянным, сказал он. Море бывает разным, сказал он. Чистым бывает и грязным, сказал он. Таинственным и раскрытым. Могучим, ворчливым, сердитым. Море как человек. Найдите строчку, выражающую главную мысль. Море бывает разным. Море как человек. А в этом тексте вам тоже нужно найти слова, выражающие главную мысль, и объяснить их значение. Называется стихотворение «В лесу». Закатилось солнце за лесок, Стал лесок и тёмен, и высок. Кто-то притаился за сосной, Что-то прошуршало за спиной, Загорелись в ёлках огоньки, Ой, глаза у страха велики. Основная мысль выражена в словах «Глаза у страха велики». Это пословица. Вы знаете, что если человек боится, он может себе придумать много всего. Основную главную мысль текста иногда нужно сформулировать самому. Что помогает сформулировать идею? Это нужно понаблюдать за настроением, которое вызывает этот текст, за отношением автора к событиям. Нужно последить за героями. Есть ли в тексте утверждения, которые выражают прямо или косвенно основную мысль? В этом стихотворении главная мысль вытекает из содержания, но не сформулирована прямо. Надо её определить и выразить своими словами. Яблоко. С возу яблоко упало, и, как водится, пропало, Потому что не попало ни в повилло, ни в компот. Хорошо, что не попало. Превосходно, что пропало. Раз чудесно, что упало. Видишь, яблони растёт. Вот такое вот стихотворение. И главная мысль этого стихотворения – Не надо огорчаться из-за каких-то маленьких потерь. Надо радоваться, если потеря оборачивается чем-то хорошим для других людей. А вот ещё одно стихотворение. Называется оно «Солнышко». Я слышала. Ежонка же ежиха звала, Зазывала домой, Шептала спокойно и тихо. Мой гладенький, Мягенький мой. Качала жучиха жучонка, Качала подвешник тени И пела протяжно и тонко. Мой беленький мальчик, Кусни. Зайчонка Зайчиха будила. Ну что ж ты, лёнок мой, спишь? Пойдём на охоту, мой милый, Мой сильный, Мой храбрый малыш. А мы с тобой весело пляшем, Цветы собираем во рву, И я тебя солнышком нашим И радостью нашей зову. Ну и главная мысль этого стихотворения «Все мамы любят своих детей И считают их самыми лучшими». А вот отрывок из воспоминаний Русского художника Михаила Васильевича Нестерова. «Помнить себя я начал лет с трёх-четырёх. Помню свои ранние игрушки. Особенно памятна безногая бурая лошадь. На ней я часами скакал. Памятны мне и зимние вечера. Старшие уехали к всеночной, Коспасу или в собор. А я, сидя на своём коне, Несусь куда-то. На душе так славно, Так покойно. Вернуться наши, Поужинаем, Уложить спать под тёплым одеяльцем. Фантазия моя в детстве была неистощима. Воплотить что-либо, Оживить и поверить во всё Для меня было легче лёгкого». Главная мысль этого текста – Каким прекрасным, Беззаботным и счастливым было детство. А как определить главную мысль В юмористическом стихотворении? Вот, например, стихотворение Маршака. «Три мудреца в одном тазу Пустились по умрю в грозу. Будь попрочнее старый таз, Длиннее был бы мой рассказ». Из второй части мы понимаем, Что мудрецы утонули. Автор использует иронию. Ирония – это скрытая насмешка. Поступок мудрецов, Которые отправляются в грозу На тазике, ещё дырявом, Наводит на мысль, Что мудрецы совсем не мудрецы, Наоборот, они глупцы. Главная мысль – Глупцы – те, кто в грозу Садится в дырявый таз, Чтобы поплыть по морю. А вот ещё одно Юмористическое стихотворение Его написал замечательный поэт Даниил Хармс. «Доедая с маслом булку, Братья шли по переулку. Вдруг на них из-за каука Пёс большой залаял гулка. Сказал младший – вот напасть, Хочет он на нас напасть, Чтоб беду нам не попасть, Псу мы бросим булку в пасть». Всё окончилось прекрасно. Братьям стало сразу ясно, Что на каждую прогулку Надо брать с собой булку. На первый взгляд кажется, Что основная мысль заключена в словах «На каждую прогулку Надо брать с собой булку». Но вы же понимаете, Что здесь авторская ирония И насмешка. Иногда, Вот особенно Хармс Сочинял такие стихи, В которых не нужно искать Главную мысль. Они просто для того, Чтобы мы с вами улыбнулись. А теперь мы прочитаем Серьёзный текст. Он называется «Глухарка». Ребят таёжного села, Перегонявших скот на летнее пастбище, Потрясла одна встреча. Стадо испугало глухарку, И птица бегала по кругами По бугорку с распущенными крыльями. Она пыталась и никак не могла взлететь. Посреди просеки ребята нашли гнездо С четырьмя почти горячими яйцами. Видно, на гнезде мать сидела, Распустив крылья, Прикрывая своих будущих детей, И крылья закостенели от неподвижности. Когда глухарка наконец взлетела, Все увидели, что живот у неё голый. Пух она выщипала сама, Чтобы каждую каплю своего тепла Отдать зарождающимся птенцам. Как понять идею этого текста? Надо текст исследовать, проанализировать, Обратить внимание на ключевые слова, Задавать вопросы. Ну, например, в первом предложении Ребят, пригонявших скот на летнюю пастьбу, Потрясла одна встреча. Потрясла. Вот это важное слово. Чем эта встреча потрясла, ребят? С кем была эта встреча? Стадо испугало глухарку, И птица бегала кругами по бугорку С распущенными крыльями. Мы задаём вопрос, Почему она бегала С распущенными крыльями по бугорку? Она пыталась и никак не могла взлететь. Наша мысль работает. Почему она не может взлететь? Вот эти вопросы, Они нацеливают нас на понимание Основной мысли. Посреди просеки Ребята нашли гнездо С четырьмя почти горячими яйцами. Это значит, что только что Она покинула гнездо. Видно, на гнезде мать сидела, Распустив крылья, Прикрывая своих будущих детей. И крылья закостенели от неподвижности. И здесь уже мы можем Охарактеризовать тетёрку. Как это её характеризует? Она самоотверженно сидит на гнезде. Она хочет, чтобы её птенцы Обязательно родились. Она готова на всё, На любые неудобства, Чтобы птенцы появились на свет. Когда глухарка наконец взлетела, Все увидели, что живот у неё голый. Почему? Отвечаем дальше на вопрос. Пух она выщипала, Чтобы каждую каплю своего тепла Отдать зарождающимся птенцам. Вот выделенные красным слова, ребята, Они ключевые. Потому что и последнее предложение Характеризует глухарку. Как самоотверженную мать. Как автор относится к глухарке. Конечно, он ею восхищается. Какие чувства у нас читатели Вызывает глухарка. Я думаю, что мы тоже с вами Восхищены глухаркой-матерью. А что же хотел сказать автор этим текстом? Чему учит этот текст? Теперь, после вопросов, которые мы с вами задавали, Легче сформулировать главную мысль. Как её сформулировать? Нужно составить своё предложение. Желательно использовать слова из текста. Ну, например, так. Глухарка вызывает восхищение Своим материнским самопожертвованием. Глухарка – очень хорошая мать. Она самоотверженно заботится Своих будущих птенцам. А теперь определите основную мысль басни, Которую написал древнегреческий мудрец, Поэт-баснописец Эзоп. Однажды в голубятню прилетели дикие голуби. Это случилось во время проливного дождя. Голуби были очень красивые, И хозяин решил приручить их. Он принялся угощать добрых гостей Разными яствами, Стал всячески ласкать их, О своих собственных верных птицах И думать позабыл. Он даже кормить их не стал. Но вот прошел дождь. И тот час все дикие голуби Улетели прочь от этого хозяина. Вот такая басня. Попробуйте ответить на вопрос, В чем заключается основная мысль Этой басни. Можно ответить на этот вопрос По словицей Старый друг лучше новых двух. Не оценил хозяин Своих старых друзей-голубей. Сегодня мы с вами Совершенствовали свое умение Определять главную мысль текста. Выберите, пожалуйста, Зеленый, Желтый, Или, может быть, он у вас коричневый, Или красный цвет. Если вы выбираете зеленый цвет, То вы все поняли. Вы можете объяснить этот материал Одноклассникам. Если средний значок, То вы усвоили тему, Но объяснить одноклассникам не сможете. А красный – Это самый тревожный цвет. Я ничего не поняла. Тема была трудная. И я очень надеюсь на то, Что никто из вас Не выбрал кружочек красного цвета. Спасибо за внимание. Успехов вам, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok